ребят не знаю как у вас но у нас сегодня 31 декабря а это значит что на дворе на мой год алюне нечем заняться она отправляется в парикмахерскую на макияж будем надеяться на лучше маленькая вставка для нового конкурса мы разыграем огромный набор витаминов вот в такой подарочной упаковки от urban формула здесь мультивитамины коллаген омега-3 витамин d аминокомплекс и вот такой фирменный футляр для поездок также победитель получит на карту 5000 рублей для участия нужно просто подписаться на мой телеграм-канал ссылка в описании и ждать поста с розыгрышем не хотела до креативная лиза блёсточками не отдавать ваши цвета посмотрим и найдем вау какая красота вот серебристый очень классно серебристый может с ним что-нибудь а вас нет получается будем мы на эту фотку ориентироваться или вы больше свое что-то буду делать буду показывать уже до цвет какой-то нет а что это база на кого-то цвета необычного да по-моему серебристая какая-то этого цвета не будет а вы сначала глаза потом лица мне главное чтобы она как праздничный получился такой веселый здесь у нас будет больше темного и вот этот серебристый тоже стали на глаз там как снегурка это мы уже серебристый а с фиолетовыми теперь серенький то так а что предлагаете добавить мы сделаем второй тоже и там уже а так какие варианты есть что добавить поярче черного больше или на черного я бы не стала больше а поярче в каком смысле то что есть поярче серенький поярче ну можно мне кажется больше с фиолетово побольше серого давайте я думаю нам просто чтобы было видно что это праздником на новый год и сразу настроение повышалось глиня на меня получится что-то еще все это эти добавить давайте какие есть варианты вот она что-то на блесток или что ну давайте красиво будет что по новогоднюю вот такой вот уголочек и здесь что-то похожее на зигзаг вы же так делали нет а почему в голову пришло творчество интересно да ты я такого еще не делать красиво будет банку пока не понятно как будто льдинки до сосули такие до нового не мелко кстати да зубцы да такие а вы светите прям по всему глазу их нет только в одной стороне но главное чтобы оценили профессиональным взглядом идет ли мне креативно на а вы часто такое вот экспериментальное делаете да не честно это какое добавляем получается вот эту резьбу закрашиваем да еще кстати на линии рожки похоже то нам получится не взять то чтобы они одинаково на были нам не нужно это ну вот рожки по принципу они просто что похожи были нормально посмотрела самый модный сейчас канал на ютюбе madonna moore она берет интервью у лучших стилистов дизайнеров моделей и фэшн блогеров и у нее недавно вышло большое интервью с гоши карцевым после которого он переругался с роговым и коле овечкиным очень классно наблюдать как ведущая раскрывает героев и они с ней делятся информация которую явно не планировали разглашать это чем раньше ни с кем не делились было также интервью с люксовым стилистом ибрагимом гацевым и очень мотивирующий выпуск с основательницы бренда юлия вэйв в общем если искали стильный светский контент то обязательно подписывайтесь на этот канал никакой скуки воды только самые интересные личности в фэшн сфере плюс madonna обещала что скоро будут гости с мировым именем поэтому не пропустите ссылку я оставлю в описании к видео вот зачем если вы протираетесь зачем закрывать можно наоборот же открыть так а сейчас что-то ножи а бровки когда а это для чего они слышны нет ну как бы припечатывать мне знаете не хочется чтобы они очень тонкие были то есть тут такие не тоню не нитки ума как советуете но мне кажется да и я бы еще худые щеки сделала будут да а вы так обычно румяными не пользуетесь ну хочу до худые щеки красивые щеки но если будут худые щеки будет лучше но это максимально что советуете не надо почему ну вот если еще потемнее некрасиво у нас глаза яркие ну ладно тогда хватит губы до остались давайте так помана сколько вас вечерний стоит макияжик не помните поярче ли достаточно достаточно мне кажется яркостью так все ой все путь а что посоветую но я бы знаете вот чтобы с вами профессиональным взглядом оценили что они вот ничего лишнего все достаточно достаточно хватит больше меньше ничего не надо на то что я сделаю ну все тогда готово докладка будет на ней не будет спасибо а карта можно переводом как вы макияж 3 надо идет ну что ребят села в такси можем оценить наш макияжик не отходя от кассы практически но первое что бросается в глаза это конечно то что мне вообще не припудрили и лицо очень сильно блестит при том что здесь него какой свет ну как бы фонарика один сверху и за окном уже потихонечку темнее пудры в нашем рационе не было вообще ресницы я сказал что на крошу сама видел креатив мне правда такое не делали ни разу в жизни самое интересное что сама визажист сказал что она тоже это никогда не делала но почему-то именно на мне и пришла в голову такая гениальная идея но в общем давайте оценим стоит ли этот макияж хотя и бюджетных но денежек то есть по прайсу я платила 1300 рублей мне кажется что конечно спокойно можно такое нарисовать и дома я просила какой-то праздничный вечерний макияж но проблема очень многих визажистов в том что в их понимании когда праздничное это в первую очередь но что-то такое загогулистая креативненькая о линии рожки там много блесток но на самом деле далеко не всегда даже технически правильные линии они украшают лицо и я все-таки чем больше хожу по салонам тем больше я понимаю что в основе основ лежит коррекция коррекция не но не в смысле там видных полосок да а в понимании гармоничного лица и какими способами можно любое лицо к этой гармонии приблизить если просто рисовать как придется тут смотрите нас это кокетливо прилипло кусок помады по моему ведь он размазаться на пальце если просто рисовать как придется просто что в голову пришло почему бы и нет я художники я так вижу скорее всего украшением лица это не будет но если честно я бы за эти деньги не даже за 1000 рублей даже за 500 лет на такой макияжик не поехала мне понравилось что визажист такая милая я не называю доброжелательно потому что она максимально не игнорировали все где могла и в целом ой ну вообще знаете но это не потому что скорее всего она именно ко мне так относится потому что она просто не тратить лишнюю энергию молчит но даже когда у клиента возникает какой-то вопрос она отвечает вот в стиле мухарю но вот что там бур и вообще непонятно при том что она мне горит на ухо но типа 5 сантиметров до уха и она что-то ответила в мне вообще не слышно я каждый раз была вынуждена переспрашивать потому что она говорила ну просто какой-то с мэр чеках в лучших традициях только там обычно твой звук ловит 3d микрофон еще усиливает а тут я просто понимаю что мне нифига не могу разобрать что именно она ответила ну типа да и нет примерно 50 на 50 это конечно ужасное мне все приходилось переспрашивать я обычно в таких случаях начинаю сама говорить громче и мастер иногда то есть я специально могу задать вопрос таким с голосом уверенным достаточно не тихим и интуитивно но человек обычно подстраивается это же начинает громче но не сегодня в общем она абсолютно внимание не обращала что мне ни хрена не слышно я постоянно переспрашиваю но и также просто продолжала отвечать именно вот так еще и заметил что наука в каждый продукт который набирал он у нее вся косметика была разложена подоконнике она отворачивалась так что мне ничего видно не было но полностью это загородив ни один продукт тоже мне не показалось ли ну в общем грусть печаль тоска из чего я делал вывод что все-таки основные навыки макияжа к конечно должны быть у всех и что все-таки макияж это не необходимая процедура а значит чтоб вам его сделали хорошо скорее всего должен быть ценник выше среднего то есть если на стрижку можно и укладку попасть хорошему мастеру даже за бюджетным прости с макияжем вряд ли но как мы знаем далеко не всегда даже высокий ценник гарантирует хороший результат например мы скажем вот так вот я бы нигде не хотела появляться со своим супер блестящим лицом не румян не вижу особо не коррекции хотя попросила сделать по ярче сказал что мне нравятся худые щеки на лбу тоже ноль коррекции вообще ничего нет ни по бокам нигде не на носу не ну и в общем никак никакого объема на лице я не вижу ничего украшающего абсолютно вот губы тоже не увеличили ну короче сегодняшний бюджетный вариант мне бы повторять не хотелось а вам как все оставляйте ваши комментарии с наступившим вас новым годом будем надеяться что 23 нас порадует немножечко не множечко 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 больше чем 22 кто за ставьте пальчик вверх все целую вас не скучайте всем пока КОНЕМ МАЛИЗИВАЛИНСКИЙ МАЛИЗИВАЛИЯ Субтитры подогнал «Симон»